МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан намерен увеличить объем добычи нефти. Карим Масимов поручил Министерству энергетики увеличить объем нефти. Также премьер-министр поставил задачу начать добычу нефти на месторождении Кашаган осенью этого года. Все необходимые переговоры проведены, все необходимые нормативные решения приняты, поэтому вместе с консорциумом нужно довести все до логичного конца, чтобы в октябре месторождение было запущено, сказал Масимов. Доля казахстанского титана в мировом сегменте планируется увеличить с 11 до 14%. В свете реализации реформ планируется привлечь всемирно известные транснациональные компании в отрасль. При этом в долгосрочной перспективе будет увеличиваться потребность в металлургической продукции как в традиционных, так и в инновационных секторах экономики, предполагающих в том числе строительство установок в изобновляемых источниках энергии. На борьбу с саранчей выделено 4,6 миллиарда тенге. Средства позволят провести химическую обработку на площади более 5 миллионов гектар. Благоприятные погодные условия текущего года позволили провести весенний сев в оптимальные агротехнические сроки. Потребность сельхозпроизводителя республики в дистопливе для проведения весенних полевых работ 2016 года составила порядка 367 тысяч тонн. Доходы операторов связи упали на 21%. Интернет набирает популярность. Стационарные телефоны используются все реже. Несмотря на увеличение абонентов мобильных сетей более чем на полмиллиона, услуги мобильной связи снизились на 15%, доходы операторов на 21,5%. Абоненты стали реже пользоваться стационарными телефонными аппаратами. Число фиксированных телефонных линий, подключенных к цифровым телефонным станциям, в апреле сократилось по Казахстану до 4 миллионов. Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету по Казахстану, составило 11 миллионов 300 тысяч человек. Дефицит бюджета России достиг полутора триллионов рублей. В апреле-май 2016 года на финансирование дефицита из резервного фонда было направлено 780 миллиардов рублей. Фонд национального благосостояния в январе-май уменьшился на 404 миллиарда рублей. В него заложена среднегодовая стоимость нефти в 50 долларов за баррель. Беларусь позаимствует кубинские разработки в сельском хозяйстве. В Минске прошла встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и специальных представителей бывшего кубинского лидера Кастро. Главная тема переговоров – научные разработки в сфере сельского хозяйства. В свою очередь помощник Кастро подчеркнул исключительно дружественный характер белорусско-кубинских отношений и поблагодарил главу государства за возможность познакомиться с Беларусью и ее народом. В самые сложные, в самые трудные времена давление на нашу страну, на Кубу, на Кубинскую революцию мы с вами были вместе. Да, мы действительно не обладали и мы, и вы каким-то огромным потенциалом и прочее, но для наших отношений нам хватало сполна нашей экономической мощи. Вы сегодня представляете моего лучшего друга, с которыми мы встречались десятилетия тому назад и который произвел на меня неизгладимое впечатление. Фидель для нас всегда был в воплощении мужества. Меня несколько это поразило, просто, ну, поразило, насколько сведущий этот человек в проблемах, которые сегодня существуют на Кубе. Дмитрий Медведев повысил прожиточный минимум. Он увеличен на 324 рубля, до 9776 рублей. Для трудоспособного населения составляет 10 524 рубля, для пенсионеров 8025. 2 июня Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда в стране до 7500 рублей. Закон вступает в силу с 1 июля. Белорусы продолжают забирать вклады из банков. В мае депозиты населения в валюте традиционно сократились, а вот в рублях, пусть и незначительно, но выросли. Правда, если отбросить начисленные проценты, то мы увидим, что отток сбережений остановить не удалось. Месяц назад объем срочных депозитов в национальной валюте был без малого 25 триллионов рублей. На 1 июня статистика зафиксировала цену уже в 25,2 триллиона. Депозиты в валюте по-прежнему теряют. На 1 мая в банках граждане хранили 7 миллиардов 446 миллионов долларов в эквиваленте. К 1 июня сумма стала меньше на полтора процента. Глава Минфина Великобритании оценил выход из Евросоюза в 30 миллиардов фунтов. Это вынудит правительство страны поднять налоги, урезать финансирование социальных программ. В частности, на 2% до 22% будет повышена базовая ставка подоходного налога. На 5% до 45% налог на наследство. Также на 5% могут вырасти акцизы на бензин и алкоголь. Помимо этого, выход Великобритании из ЕС приведет к сокращению государственных расходов на здравоохранение, оборону, образование, полицию и транспорт. На этом фоне уже пятые торги подряд снижаются европейские индексы. В поисках безопасной гавани инвесторы переключаются на госбумаги, в результате чего доходность 10-летних гособлигаций Германии во вторник опускалась ниже нуля впервые за все время наблюдений. К тому же падение нефтяных котировок оказывает давление на акции нефтепроизводителей. Акции американских компаний-производителей огнестрельного оружия подорожали после теракта в Орландо. Так, например, акции компании Смит Вессен выросли на целых 11%. Это стандартная реакция американских рынков на подобные трагичные события. Дебаты об ужесточении контроля над куплей и продажей огнестрельного оружия неизменно повышают спрос на него. Теракт в городе Орландо произошел 12 июня. Жертвами стрельбы в гей-клубе стали 49 человек. И еще 50 получили ранения. Биткоин достиг двухлетнего максимума. Рост стоимости криптовалюты начался еще в мае. Накануне биткоин торговался по цене свыше 701 доллара за штуку. В начале мая он стоил 526 долларов. По мнению аналитиков, рост биткоина связан со спадом темпов роста в китайской экономике. В понедельник 13 июня китайский юань продемонстрировал самый стремительный спад за последние два месяца. Биткоины предполагают анонимное владение и перевод денежных средств. Почему их и прозвали криптовалютой от слова «тайной». Эмиссия в системе биткоин не подконтрольна ни одному финансовому институту. Объем внешней торговли Северной Кореи сократился на 18% в 2015 году. Основной причиной сокращения является падение цен на основную экспортную продукцию КНДР, включая каменный уголь и другие полезные ископаемые. Основным экономическим партнером КНДР в прошлом году был Китай, на который приходится 91,5% всего внешнеторгового оборота Северной Кореи или почти 6 миллиардов долларов. Россия заняла в прошлом году второе место по объемам торговли с КНДР. Этот показатель составил 84 миллиарда. Китайская сталь может вернуться на рынок США. Вновь стать конкурентноспособными. Китайским экспортерам позволяет резкий рост цен на металл в Америке. Так, разница в ценах на рынке США и Китая на горячий катанный рулон превысила 310 долларов на тонне. С учетом объявленного снижения цен крупнейшим китайским производителям на 30 долларов на тонну, разница в ценах может достигнуть 350 долларов. В середине мая Министерство торговли США резко увеличило размер импортных тарифов на китайскую сталь. Размер пошлины при этом составил 522%. Таким образом, поставки стали из Китая в США фактически оказались заблокированы. Редактор субтитров А.Семкин